Дворец независимости 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 Венок Победы и герб. Взят орнамент с фасадом. Планировка предусматривает не только протокольные помещения, хотя без них официальные церемонии не были бы такими зрелищными. Десятки залов. Холлы украшают полотна белорусских авторов. Их писали и даже ткали специально для дворца. Мастера получили художественный заказ государственного значения. На стенах барельефы. Тонкая работа молодого скульптора Костюченко, известного по недавнему проекту «Врата памяти» в Тростенце. Вазы выполнены в технике селкового мрамора. Старая итальянская техника, при которой можно достичь очень мелкой, очень точной проработки всех деталей. Первоначальный вариант у нас был такой более песочный, более охристый, как мы видим на первоначальном эскизе. Решили все-таки использовать не темный свет, а светлый, поэтому там идет имитация светлого мрамора. Площадь государственного флага – кульминация блока современной независимой страны. Герб, флаг и даже гимн собрали в одном радиусе. Тут же символы каждой из областей страны. Центральное место отвели под гигантский флагшток. На вершине флаг – штандарт, полотнище которого 7 на 14 метров, а вес – 25 килограммов. Флагшток, который в центре находится, – это инженерное сооружение очень сложное. Высота его 70 метров. Внутри находятся инженерные сети, лестница, которая ведет к верхней точке флагштока. Кроме того, стела-флагшток выполняет функции городского маяка. На верхушке – проблесковый маячок. Площадь находится на пересечении двух транспортных магистралей, а значит, здесь перекрещиваются сильные потоки воздуха, что позволяет национальному флагу развиваться беспрерывно. Это даже не вопросы техники, а белорусский символ жизни и независимости. Ведь мы сделали это вместе. Если площадь государственного флага – личная гордость Беларуси, Дворец независимости – в прямом смысле здание миротворец международного значения. Важнейшие документы по урегулированию ситуации в Украине были подписаны в минских декорациях. За переговорами в формате нормандской четверки следили во всем мире. Минск оказался на первых полосах газет, а Дворец независимости – главной площадкой в решении вопроса. Тогда современные летописцы планетарного масштаба констатировали – Дворец независимости Беларуси стоило возвести только ради этого, чтобы остановить войну в Европе.